Женщины пытаются голодать, голодают, голодают, и когда у них организм истощается, ну, представьте себе, кости и кожа остается, нету тут ничего такого, нету мяса. Получается, есть предел хейфлика, то есть клетка, она может делиться в жизни человека только 50 раз. 50 раз, два, три, четыре, пять. Каждое деление происходит полтора года. Вы представьте себе, если у женщины нету этого, если нету мяса, там кости и одна кожа, то деление уже не может происходить, и тонкая женщина уже не может набрать себе вес. Для этого можно использовать этот аппарат, она создает из крови новые клетки, которых предел деления опять же 50. И такая женщина начнет набирать вес и уже станет обычной женщиной. У таких женщин, этот, пушок такой, она вырастает сильно, это уже подготавливает тело. Да и у мужчин, наверное, тоже так. А вот у толстой женщины, объемистой, у жирной, у такого человека весь большой, именно из-за того, что они большие, когда энергия поступает, когда энергия поступает, она поступает медленно. То есть человек является минусовым, и в это время к нему поступает много водорода, очень много водорода, таким образом снимает все свободные радикалы. А потом, когда исчезает энергия, они наоборот становятся, как конденсатор с объемом, который дает напряжение. Жир-то притягивает напряжение, и получается, земля без энергии, а человек с энергией. И он начинает притягивать уже анионы. Анионы – гидрокарбонаты, которые очищают от тяжелых металлов. Вот, думаю, и вся причина того, что человек толстый или худой, только в этом.